То, что многие из нас наблюдали дистанционно, в теленовостях или на ютубе, он видел воочию. Но отправиться в качестве врача-волонтера в Мариуполе оказалось непросто. 2 марта еще я приехал в военкомат Домодедова, попросился на меня от футбола, сказали, возрастом не вышел. Тогда, сейчас говорят, подняли возраст, тогда было 45, у меня 60 почти. Потом Минздрав писал. Помогло обращение к депутатам Государственной Думы, ведь ехал он не воевать, а помогать раненым. А врачи в Мариупольской больнице, ох, как нужны. Несмотря на то, что город фактически полностью разрушен, медицинское учреждение продолжает работу. Вообще там нет живого места, ни одного дома нетронутого нет. Но больнице повезло в этом отношении. В нее только один прилет был. На четвертом этаже там в отделение хирургии влетело. Поначалу Александр Баюклин планировал работать врачом-трансфузиологом, специалистом по переливанию крови. И даже стал одним из первых доноров во вновь открывшемся отделении. Но на других направлениях остро не хватало медиков, и пришлось переквалифицироваться. Я пришел к главному врачу, первый день спросил Людмила Кирилловна, поставьте, определите фонд работы. И мне дали перевязки. С утра, вот с 8 утра и до 7, до 8. Перевязки, перевязки, перевязки. Народ очень страдает, потому что сидели по 2-3 месяца в подвалах, в убежищах. После нескольких месяцев напряженного труда Александр Баюклин вернулся, но, как сам признается, не больше, чем на месяц. В течение этого времени он планирует предложить решение ряда вопросов, с которыми столкнулся в ходе своей практики. Гомпомощь идет хаотично, ее надо как-то отрегулировать.